Ближе к лету город будет патрулировать то же количество народных дружинников, что и во время Олимпиады. Как показала практика, благодаря проводимой работе на курорте снижается уровень преступности. Немало добровольцев работает и сегодня. На ежедневном разводе члены ДНД получают задания. Их просят не просто следить за порядком, но и помогать сотрудникам полиции в разыскных мероприятиях. Ориентировки даются как на безвести пропавших, так и на преступников. На сегодняшний момент у нас официально внесены в реестр Краснодарского края ДНД 360 человек, которые прошли соответствующую проверку на судимость, на то, чтобы люди не имели никаких компроматериалов, не привлекались ни к административной ответственности. То есть наши добропорядочные жители города Сочи, которые изъявили желание в обеспечении общественного порядка и оказание помощи сотрудникам полиции по предотвращению и профилактике уличной преступности и наведению порядка. Организации работы дружинников активно занимаются в городской администрации. В организации ДНД участвуют как местные предприятия, так и вузы. Курируют реализацию проекта помощники главы города. Сотрудники, отвечающие за работу ДНД, появились во всех районных администрациях курорта. А вот маршруты определяют полицейские. В центре внимания оживленные улицы, набережные, парки и скверы. Как всегда в рядах ДНД – местные казаки. Мы, соответственно, думаем, что общими усилиями наведем в городе порядок. Надо, чтобы немножко жить по-современному. У нас же город не курящий. Мы за этим должны следить, кто есть, если не мы. Члены ДНД патрулировать улицы могут как в составе наряда полиции, так и самостоятельно. У нас по мамайке каждую неделю идут рейды. У нас женщины и мужчины ходят, проверяют по морю. Крымская, Волжская, Полтавская. Все активисты, которым не безразличен наш город. На сегодняшний день 44-й федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка расширил полномочия и права народных дружинников. Появились у них и новые виды поощрения. Это льготы, компенсации, в том числе и дополнительный отпуск – 10 дней. Татьяна Нагорская, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.